Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Сегодня я хочу поговорить про несколько графиков биткоина, которые рисуют очень интересную картину. Они дают нам ответ на вопрос, что случится с биткоином не в ближайшие несколько дней, но в ближайшие несколько месяцев. Если ты не веришь, что биткоин достигнет 100 или даже 200 тысяч долларов в этом году, то это видео для тебя. Оно сильно отличается от того, что я делал недавно. Если ты хочешь больше таких видео с более долгосрочной перспективой биткоина, не забудь поставить лайк. Давай наберем рекордные цифры 5, 10, 15 тысяч лайков. За этот месяц мы набрали рекордное количество просмотров, более 3 миллионов просмотров за месяц. И все благодаря тебе и твоей поддержке. Без тебя этого не было бы. Большое спасибо. Итак, давай начнем с первого графика биткоина, который я хочу тебе показать. Это месячный график биткоина. И давай я пока что уберу лишнее, чтобы оно не мешало. И начнем с индикатора, который называется EMA Ribbon. Вот эти зеленые линии. Хочу заострить твое внимание, что на долгосрочной перспективе длиною в годы эти полосы абсолютно всегда служили поддержкой. На это я указал стрелками. Так растущие рынки всегда находили поддержку именно на верхней границе этой полосы. А медвежьи рынки находили свое дно на самой нижней ее границе. Даже этот коронавирусный обвал в 2020 году оттолкнулся от нижней границы этой полосы. И знаешь что? Начиная с апреля 2020 года вот здесь, мы находимся выше этой полосы. Посмотри, даже это падение, которое мы недавно переживали, нашло свою поддержку на верхней границе этой полосы. Мы отскочили от нее вверх и сейчас топчемся на ней. Посмотри на период с 2015 по 2017 годы. Весь этот путь, биткоин, то рос, то падал. Мы наблюдали масштабные коррекции, массивные взлеты, но при этом он находился выше верхней границы этой полосы. И до тех пор, пока он находился выше этой полосы, это был растущий рынок с периодическими коррекциями. Поэтому то, что мы сейчас находимся выше этой полосы, это очень хороший знак. Теперь давай посмотрим на логарифмические кривые. Мы видим, что во всех предыдущих случаях самые массивные обвалы находили свою поддержку на нижней границе этой полосы. И сейчас мы находимся очень близко к этой нижней границе. На данный момент она находится на отметке около 26300 долларов. Но при этом, как ты видишь, с каждым днем она повышается и становится все выше. А значит, минимальная цена становится тоже больше. Это значит, что потенциально дно биткоина находится не ниже 26300 долларов. И, наконец, третий индикатор, который я хочу тебе показать именно на этом графике, называется Bitcoin Multiple. Он тоже показывает нам очень интересные вещи. Я хочу заострить твое внимание сначала на том, что чем выше этот белый график, тем больше твое желание продавать. Когда этот график находится на отметках выше 2,1, вот здесь, это уже повод задуматься о том, что пора фиксировать прибыли. На пике прошлых буллранов этот график находился на отметках от 4 до 8 пунктов. В этом диапазоне уже точно нужно продавать. Были ли мы в этом диапазоне вот на этом пике вот здесь? Нет, не были. А это значит, что пика этого цикла еще толком не было. Далее, когда этот белый график наоборот прижимается все ниже к этой зеленой линии, твое желание покупать должно быть все больше. Например, в декабре 2018 мы прижались максимально низко и упали ниже нуля. Это было идеальной возможностью купить вот здесь, чтобы получить вот этот рост. Далее, в сентябре 2016 мы тоже прижались максимально близко к этой линии. Вот где это было на графике цены. Потом был вот этот рост. И, наконец, для примера еще январь 2013 мы тоже прижались максимально близко к этой линии. Посмотри, что было потом. После этого мы увидели вот этот рост. Не забывай, каждая свеча это один месяц, поэтому сроки здесь достаточно большие. И сейчас мы видим, что мы тоже прижимаемся максимально близко к нулю. Конечно, есть еще место для падения, но его совсем мало. Перейдем на этот график биткоина. Здесь тоже есть о чем поговорить, потому что этот график тоже показывает нам, что был ран не закончен. Мы все еще не видели пика биткоина, и этот новый пик будет выше 100 тысяч долларов. Не забывай, что это месячный график, то есть каждая свеча это один месяц. Здесь мы видим одну и ту же механику рынка, которая повторяется снова и снова. Рост, касание верхней логарифмической границы, падение, консолидация цены. Затем опять рост, касание медвежий рынок, консолидация рост, касание медвежий рынок, консолидация, опять рост. Один и тот же паттерн постоянно повторяется. Синие вертикальные линии это халвинги биткоина в ноябре 2012, в июле 2016, в мае 2020 и следующий будет в марте 2024. Вопрос вот это, было пиком или нет? Многие сейчас говорят про удлиненные циклы. Бенджамин Коэн об этом говорит. Давай проверим двумя способами. Первый. Измеряем длительность циклов, начиная дном медвежьего рынка и заканчивая новым пиком цены. Я уже это сделал и обозначил эти длительности периодов желтыми боксами. Итак, первый цикл длился 731 день, второй 1065 дней и третий, который все еще не закончен, тоже 1065 дней. Практически столько же, сколько и второй. Если первый цикл был на 300 дней короче второго, то второй должен быть короче третьего, а значит третий цикл, как видно, еще не закончен. Второй способ измерения. Давай измерим длительность от халвинга вот здесь до пика. И так в каждом цикле. Я уже это сделал и обозначил длительность этих периодов белыми боксами. И как мы видим, первый цикл в таком измерении от халвинга до следующего пика длился 365 дней. Второй и третий циклы 549 дней оба. Если мы говорим про удлиненные циклы, то третий все еще не длиннее предыдущего, а значит пика цикла еще не было. Вопрос, когда же он будет? А он будет тогда, когда цена биткоина преодолеет эту верхнюю границу и превратит ее в поддержку. Почему я думаю, что цена таки пробьет эту линию, которая 11 лет на протяжении истории биткоина служила сопротивлением? Потому что впервые за всю историю биткоина мы не оттолкнулись от нее сразу же с первого раза. Как в прошлые разы. Посмотри, в 2011 году после достижения ценой биткоина этой границы мы сразу же незамедлительно перешли в медвежий рынок. То же самое произошло в 2014 году. Мы достигли этой границы и сразу же перешли в медвежий рынок. И абсолютно то же самое случилось в 2017 году. Мы дошли до этой отметки и сразу же после касания перешли в падающий рынок. Но что было в 2021 случилось впервые в истории биткоина. После роста мы достигли этой границы, но не сразу перешли в медвежий рынок. Но еще раз попытались достичь этой границы снова. То, что медвежьего рынка не случилось незамедлительно после достижения этой границы, как это происходило постоянно на протяжении истории биткоина, говорит мне о том, что нас будет ожидать третий ретест этой линии. И, скорее всего, он уже будет успешным. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было тебе интересным, не забудь поставить лайк. Это правда очень помогает. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся. Продолжение следует...